Всем привет! И сегодня мне просто ужасно захотелось снять видео про мой летний уход за кожей, потому что меня многие просили об этом в инстаграме. И в целом, в принципе, все продукты, которые я вам покажу сегодня, уже показывала неоднократно, но я про них расскажу немного больше, немножечко подробнее. И, в принципе, расскажу, кому они подходят, кому они могут подойти и за что они нравятся именно мне. Вот, так что давайте начинать не тянуть, потому что, если честно, я очень опаздываю, вот, и у меня мало времени, но я ужасно хочу снять такое видео. Давайте начнем просто со святая святых, это мицеллярная вода. Я не воспринимаю, честное слово, гидрофильные масла, потому что, мне кажется, для моей кожи она у меня комбинированная, склонна к жирности. Это все-таки слишком жирный продукт, и который потом очень тяжело вымывается, скажем, и закупоривает для меня поры, поэтому для меня самая любимая мицеллярная вода это от Биодерма. Я просто обожаю ее, она просто на все времена самая-самая лучшая, в летний период времени и так тем более. Очень хорошо очищает кожу, конечно, после нее я всегда наношу еще и гель для умывания, но она очень хороша, мне она безумно нравится. Я пробовала такую зелененькую, как раз-таки для жирной кожи, но она мне абсолютно не понравилась, если честно. Она такая более едкая, скажем, будто, у нее неприятный запах именно у зеленой, и ею нельзя смывать макияж с глаз, поэтому для меня это, опять же, очень большой минус. Но красненькая, это, по-моему, линейка для чувствительной, если не ошибаюсь, да, она очень прекрасная. Это, наверное, у меня уже, я не знаю, какой бутылек, но она просто самая-самая шикарная, которая вообще может быть. Раз мы уже затронули тему очищения кожи, для меня очень важно, это как раз-таки разные гели для умывания. У меня проблемная кожа с акне, с высыпаниями, с постакне, и поэтому для меня просто безумно важно, чтобы кожа хорошо очищалась, но не до скрипа. Два моих любимых геля для умывания как раз-таки перед вами. Первая фирма это Biotrade, если я правильно читаю. Это линейка Acne Out, и она идет с молочной кислотой и также с кислородом. На самом деле, я считала, что именно умывалки можно использовать с кислотами на постоянной основе, потому что как раз-таки сама умывалка находится на коже где-то в районе 1-2 минут, и поэтому это абсолютно не вредит коже, скажем. Вот, потом главное, опять же, использовать SPF, и все будет просто шикарно. Ее хватает на долгое время, и она немножко избавляет от всех комедонов. Но, опять же, умывалка, скажем так, это промежуточный этап всего ухода. Многого ожидать от как раз-таки средств для очищения кожи абсолютно не стоит, потому что ничего такого не произойдет. Самое главное, чтобы было хорошее очищение, но, опять же, поддерживалась хорошая кожа кожи. С этой все прекрасно, с этой тоже все чудесно. Эта виши-линейка для жирной проблемной кожи, по-моему, она очень хорошая, вот просто невероятная, я бы сказала. Такой немножко аптечный запах, но справляется со своей задачей она просто прекрасная. Эти две умывалки, они поддерживают идеальный pH кожи, ничего лишнего, скажем так, они не вымоют. И поэтому, если честно, я их просто обожаю, что одну, что другую. А когда я использую, допустим, дополнительно кислоты, то я использую где-то ближайшие дня три именно эту умывалку, потому что вместе как-то кислоты я все равно побаиваюсь. Мне кажется, что будет слишком какой-то прям эффект, от которого будет потом не очень хорошо кожа. Но эти две умывалки я очень люблю, и две их я могу вам рекомендовать. Они реально очень хорошие, и здесь, кстати, их осталось уже что одной, что другой абсолютно немного. Но эту умывалку я уже покупаю очень долгий период времени. Две они просто мои любимки, если честно. У нас сегодня будет абсолютно немного продуктов, потому что, опять же, я сейчас не использую какие-то прям слишком много средств. На самом деле, еще именно этой фирмы я обожаю витамины с этой же линейки Acne Out. У них просто чудесный состав, и они реально очень хорошо помогают коже. Я прошлым летом как раз-таки пропивала курс. Курс у них длится три месяца, и на летний период времени, мне кажется, это просто идеально. Реально справляются хорошо со своей задачей и реально очищают кожу. Этим летом я также хочу пропить, если честно. Пока я еще спаиваюсь пробовать что-то новое, потому что более-менее сейчас кожа в таком нормальном терпимом состоянии. Но, скажем так, все эти продукты, они помогают как-то поддерживать хорошее состояние кожи. Потому что, опять же, со своим Acne это, мне кажется, будет очень долгий период времени, и очень долго придется за всем этим бороться. Дальше хочу показать баночку, которую я показываю просто слишком часто. Эта молочная кислота 10% от The Ordinary, она просто прекрасная. Это вообще пилинг, и я его использую всегда на ночь, в принципе, так и нужно. Если вы еще, скажем так, не пробовали раньше кислоты, и в целом не знаете, как реагирует ваша кожа на них, то лучше использовать 5% мою кожу. Эта штучка воздействует просто шикарно. Мало того, он добавляет такой, знаете, некий блеск и увлажнение кожи. То есть, реально, вы просыпаетесь, и у вас кожа такая, знаете, очень красивая, напитанная. Помимо этого, она справляется с такими открытыми воспалениями, что тоже очень важно для меня. И также, опять же, комедоны эта штучка прекрасно убирает. Вот, поэтому я вам ее настоятельно рекомендую. Опять же, нужно почитать, как ее использовать, с чем можно совмещать и так далее. И просто будет вам счастье в одной бутылочке, на самом деле. Но главное, всем этим не навредить, а сделать, наоборот, только лучше. Я обожаю крем от Доктор Алсея. Попила абсолютно совершенно случайно. Когда я была в магазине Лова Лова, там я пробовала разные SPF крема. Мне дали попробовать на руке этот крем. Это обычный увлажняющий крем с просто невероятными действиями, если честно. Ну, как бы здесь его осталось уже так, небольшое количество. Но этих 30 мл хватает реально на долгое время. И он просто безумно классно успокаивает кожу. И заживляет ее после кислоты. Вот это я вам честно говорю. У меня, в принципе, кожа довольно-таки жирная. Но вот область возле носа, сам нос, очень часто раньше шелушился. С использованием этого крема у меня это все прошло. Он очень легкий по текстуре. Он идеально подходит на лето. Он такой гелеобразный. И просто я его очень сильно люблю. У него такой, знаете, немножко ментоловый запах. Но он просто невероятно исправляется со своей задачей просто на ура. У него в составе просто огромное количество разных заживляющих штучек. По-моему, он, кстати, подходит для всех типов кожи. Последний этап, как я говорила, видео получится действительно коротким. Это SPF. SPF, на самом деле, знаете, я пока не могу понять для себя. А раскрученная эта тема маркетологами либо же нет. Действительно нужен он либо нет. Но так как из-за всех кислот, переживаю, чтобы все было хорошо. И чтобы никакие действия, скажем так, негативные от солнца не вызвало. Так что именно из-за кислот как раз-таки я использую SPF. Так, я думаю, я бы его и не использовала на самом деле. Раньше я использовала SPF от Beauty of Jasun. Здесь его осталось совсем немного, буквально на пару применений. Он хороший. Он реально хороший. Но мне кажется, вот для меня один такой минус, он слишком жирноват для меня. То есть даже не то, что жирноват, он абсолютно хорошо впитывается в кожу. Он очень хорошо, так скажем, вносится в течение дня. Мне нравится то, что он по текстуре реально как крем. И мне на это кажется, что он реально как-то закупоривает немножко поры. На самом деле я про него знаю только хорошие отзывы. Так что, возможно, это просто у меня в голове как-то это все работает. Но мне кажется, он какой-то слишком плотный для меня, что ли. Особенно на лето. Летом я использую крем от такого. Я его просто обожаю, если честно. Он просто самый невероятный. По ощущениям это просто как молочко. Очень удобно наносится, очень быстро впитывается в кожу. Нелипкий абсолютно, нежирный. И просто самое лучшее, что можно было придумать, если честно. Фаталя, кстати, его тоже довольно-таки на долгий период времени. Так что я более чем им довольна. Мне он безумно нравится. Единственное, что у него немножко такой специфический запах. Но это, опять же, может быть у меня в голове все, потому что для моих знакомых этот запах абсолютно нормальный. А для меня он немножко пахнет срезанными цветами, если честно. Но в целом запах абсолютно нормальный, абсолютно терпимый. Так что вот такие вот все свои любимые продукты я вам показала. Использую я их, конечно, все на постоянной основе. Поэтому для меня эти продукты очень важны, очень хороши. И я их просто безумно люблю. Так что мне безумно приятно, что вы посмотрели это видео до конца. Возможно, я смогла вам помочь с какими-то продуктами, с выбором чего-то для своего ухода. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...